Ну а перед началом нашей истории, давайте наберем 100 лайков. Вам не сложно, а мне приятно. Также подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под видео. Ну а теперь начнем. Оператор Евгения, 112, слушаю вас. Какой-то мужчина в фартуке только что затащил девушку. Где это произошло? Где вы находитесь? Я соединюсь с полицией. Я нах... Помогите! Ночную проселочную дорогу освещал дальний свет фар. На заднем сиденье и штабелем лежали тела двух девушек в бессознательном состоянии. На ямах они подскакивали вверх, меняя положение болтающихся рук. На одной из больших ухабин верхнее тело подскочило вверх, а потом упало на дно автомобиля, устеленное резиновым ковром. Дорогу окружали высокие сосны и ели. Трава на обочине провожала машину, загибаясь в сторону направления движения ровной аркой. Асфальт под колесами Тойоты резко сменился на рыхлый разноцветный гравий, что отскакивало с подрезины на несколько метров позади выхлопной трубы нового внедорожника. Цифры на приборной панели километрами сменяли друг друга, указателей у дороги становилось все меньше и меньше, показывая редким путникам свое флуоресцентное покрытие. И, наконец, когда знаки перестали встречаться на пути, машина остановила свой ход у уединенного коттеджа в лесном массиве, скрытого места. Водительская дверь открылась, и ноги мужчины опустились с характерным звуком дорогой подошвы на гранитную плитку. Выйдя из машины, он хлопнул за собой дверью и подошел уже к подготовленной тележке. Цвет телеги съедала темнота, придавая ей оттенок черной дыры. Подкатив колесницу перевозок до груза, что небрежно брошено в задней части автомобиля, неизвестный открыл дверь и затащил тела в глубокую тачку. Неаккуратно оставив их в положении, в котором руки вываливались за края, а головы казались раздавиться под весом тел девушек. Похититель привез их в подвал стильного дома, на который был явно потрачен не один десяток миллионов рублей. Подвал был на удивление уютен. Белые стены освещало профессиональное оборудование. Несколько мольбертов плотно прижимались ножками к полу из красного дерева, полукругом очерчивая края черной занавески. Рядом с каждым из них стояли столики с колесами, на которых лежали одни из самых дорогих масляных красок, которые можно было приобрести лишь по спецзаказу. Там же в круглой подставке стояли отличные плотно набитые кисти из волос животных, а остальные инструменты, предназначенные для рисования на холсте, располагались на полочках железной тумбы. Подкатив телегу к черному полотну, он достал из комода, что находился у стены, белые ленты из плотной ткани. Владелец дома вывалил из телеги два еще живых тела и связал каждый из них руки. Он делал это так искусно, будто каждый день проворачивал такие крепкие эстетичные узлы. Снежная ткань опутала запястье девушек, элегантно спускаясь к лодыжкам, которые также были завязаны плотным узлом. Рука мужчины немного потянула ткань занавески и оголила небольшую площадь стены. Не открывая ее остальную часть, где казалось, кто-то тяжело дышал, похититель закинул одну из девушек на плечо и поднес мягкое тело к стене, закрепив завязанные руки жертвы за крюк, тем самым подвесив бездвижную юную девушку к стене. То же он сделал из другой юной особой, поместив ее рядом с первой. Полотно черной ткани заволокло похищенных, пряча изгибы женских тел во тьму. Цвет в подвале погас, ночь продолжала свой ход. Итак, дамы и господа, я хочу поднять бокал этого прекрасного напитка за начало вашего эксклюзивного обучения. Я знаю, вам не терпится посмотреть на ваших моделей, но я хочу немного рассказать о курсе, в котором вам предстоит нарисовать каждую стадию разложения человека, начиная от прижизненных ран и заканчивая скелетированными останками. Ох, ну хватит. Обратите внимание на шкаф справа от себя. Вас ждет самое лучшее оружие, которым вам предстоит умертвить ваших моделей. Конечно же, оружием, которое вы сами выберете. Ваши холсты сделаны из самых лучших материалов. Я одним из присутствующих мастеров. Вы его знаете, если были на предыдущем мастер-классе. Надеюсь, вы готовы, дамы и господа. Модели, по вашему пожеланию, поданы. Учитель дернул за толстый канат, что держал черное полотно. Оно плавно скатилось по женским очертаниям, обнажив моделей полностью. В помещении раздались положительные возгласы и громкие аплодисменты. Сквозь них еле пробивались девичьи мольбы. Подвешенные женщины с ужасом смотрели на собравшуюся толпу, которая только и ждала разорвать струящиеся шелковые халаты с молодых тел, которые накинул мастер перед началом мероприятия. Поднимите же бокалы за начало этого прекрасного обучения. Бокалы нетерпеливо зазвенели, и покупатели зашуршали у оружейного шкафа, выбирая то, чем можно нанести смертельные раны. И как только оружие было выбрано, художник приступил к обучению. Разрывая халат со своей натурщицы, но оставляя висеть малые части ткани на ней, он наживую начал резать ее кожу. Под крики молодой мулатки остальные модели истерически кричали о помощи. Но разве можно было вымолить пощады у продавших свою душу людей? Молодые тела женщин крутились в смертельном вальсе с холодным оружием. Кровь оставляла узоры на девственных лентах. И как только тела перестали дергаться, первый урок был пройден. Молодые тела тряпично свисали на белых лентах, закапанных кровью, с вывернутыми наружу внутренностями и эстетично свернутой кожей. В каждой натурщице была своя изюминка, которую вложил автор произведения. Оставалось только перенести на холсты то, что сотворила толпа жаждующих эстетов. Ханс Келлер однажды сказал, «Такова уж природа искусств. Художник не может страдать в одиночку». Некоторые воспринимают это в абсолютной серьезности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...